сегодня 21 сентября и у нас под санкт-петербургом дождь и пришло время убирать урожай моркови свеклы корневого синдерея в общем все что осталось на огороде но сразу хочу показать щавель в мешке это уже пошел второй год и это будет уже наверное пятая срезка очень хорошо в мешке он себя чувствует это морковь на поле f1 фермы поиск посадил ее поздно и попробовал в этом году провести такой эксперимент вот этот экран аквариум не снимал от начала до конца и вот эта морковь это мармелад красный фирмы гавриш аналогично то есть как посадил так вот этот экран аквариум не снимал сейчас посмотрим какой результат получится морковь получилось но получилось так себе сажал в мешке диаметром 800 миллиметров высотой 300 миллиметров ну вот этот сорт я уже говорил карамель красная фирмы гавриш все таки сажать морковь надо однозначно раньше и поливать лето было очень сухое ну вот она поэтому такая и получилось скрючены скрючены с неравномерными размерами на вот этот сорт я уже говорил называется на поле f1 фирмы поиск окончен эксперимент и по выращиванию моркови высоких мешках диаметром 600 миллиметров высотой 500 миллиметров сейчас я уберу и увидите что получилось вот такой итог эксперимента по выращиванию моркови в высоком мешке ну угадал я еще конечно с сортом это какой-то финский сорт ну вот посмотрите сами прочитаете это название ну вот потрясающая морковь причем этот урожай по большому счету в мешке который по площади меньше четверти квадратного метра вот и хотя морковь сорта императора это отечественная морковка несколько короче но опять же в высоком мешке она взяла все по максимуму вот такая результате красавица и тоже вот такой урожай четверти квадратного метра в течение лета я периодически еще это морковь прорежал и подкапывал сажайте морковку высокие мешки не пожалеете отличный результат по выращиванию лука парея в мешке вот в этом тоже высоком диаметром 600 и высотой 500 миллиметров три раза его подсыпал сейчас выкопаю и увидите какая получилась отбеленная часть результатом по луку парея я доволен очень вот сами можете посмотреть и решить для себя как лучше его выращивать традиционных грядках или вот таких тоже высоких мешках очень удобно его подсыпать и тоже соответственно вот такой урожай пришло время убрать последние два качна капусты поздний сорта мегатон вот такие они у меня получились огромные но капуста вот в таких мешках диаметром 400 миллиметров высотой 300 миллиметров всегда получается отлично начинаю выращивать ее вот с такими экранами это у меня растет пекинская капуста ведь пошла в цвет посадил поздно не получилось и вот в таких мешках капуста вырастает шикарно земли вполне хватает ей уютно комфортно и соответственно и урожая свеклу в этом году сажал трех сортов в мешках клумбах диаметром 800 и высотой 300 миллиметров сейчас выкупаю и расскажу что за сорта и увидим что получилось отечественный сорт свекла цилиндра генеральская ничуть не хуже чем финская свекла цилиндра очень оригинальный финский сорт свеклы холохуб сорта ну во первых она разноцветная есть бордовая есть красная есть белая есть желтая а холохуб видимо она называется потому что если вот ее разрезать я одну желтенькую разрезал видите она такими колечками внутри поэтому видимо сорта называется холохуб посадил я ее достаточно поздно уже в начале июля поэтому скорее всего она была крупнее в этом году первый раз попытался вырастить дайкон вот посмотрите это дайкон фирмы поиск называется саша сорт такие вот круглые репки и вот этот вот дайкон соловей разбойник фирмы русский богатырь ну посадил видимо удачно потому что все получилось частично особенно вот этот вот соловей-разбойник застанковался но так или иначе урожай есть все лето я прождал что мой корневой снегдерей станет корневым но он корневым практически так и не стал вот луковки только завязывается и красивых больших луковиц не получилось поэтому я его и не подстригал сверху с боков но ничего все-таки какие-то корешки есть и зелень я высушу и будем использовать для готовки сезон 2019 года закончен в мешках выращивать овощи можно и нужно если как у меня например на огороде глина и тонкий слой дерна вот такие мешочки различных размеров дают отличный урожай практически всех овощей такого урожая для моей небольшой семьи больше чем достаточно хранить мне его негде но до нового года мы будем со свежими овощами точно а закаток с томатами и огурцами хватит и до нового урожая если эта запись в дневнике мешочника вам понравилась поднимайте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал сад и огород в мешках спасибо за просмотр и до новых встреч субтитры 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 и -самяк субтитры 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 субтитры